Привет друзья! Сегодня я вас хочу порадовать рецептом кулича к пасхе. Это необыкновенные куличи, совершенно потрясающие, нежные и ароматные. Я их пек в прошлом году и настолько они мне понравились, что я их занес в фавориты рецептов. Рекомендую его повторить, возможно и вам понравится. И покажу как делается глазурь. Итак, приступаем. В миску кладем 200 грамм мягкого сливочного масла, высыпаем 200 грамм сахара, 1 грамм ванилина и 1 четвертую часть чайной ложки соли. Перемешиваем венчиком до растворения сахара. Теперь вбиваем 4 куриных яйца и снова перемешиваем венчиком до однородности массы. Для аромата я часто добавляю в выпечку сок и цедру апельсина. Цедру снимаем при помощи терки. У меня терка фирмы Талер. Она очень прочная и не гнется при использовании. Также есть съемный контейнер, куда падают продукты при натирании. Если продукты остались, то можно закрыть контейнер крышкой и хранить в холодильнике, не боясь, что они заветрятся. Также выдавливаем из апельсина сок. У меня получилось 80 миллилитров. Цедру и сок добавляем в миску и перемешиваем. Просеиваем 350 грамм муки и добавляем 10 грамм разрыхлителя. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Теперь я добавлю 100 грамм изюма и перемешаю. Изюм можно заменить на любые сухофрукты или цукаты. Берем форму для выпечки. У меня диаметр формы 20 сантиметров от фирмы Талер. Двухслойным антипригарным покрытием, стилизованным под камень. Друзья, хочу напомнить, что официальный интернет-магазин посудоталер, посудоталер.ру, специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду щидокаша. Ссылка на магазин и все подробности в описании под видео. Перекладываем тесто в форму, разравниваем и ставим в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. Достаем кулич из духовки, даем постоять 10 минут. За это время приготовим глазурь. В миску кладем 100 грамм сахарной пудры, 1 яичный белок и 1 столовую ложку сока апельсина. Взбиваем миксером пару минут. Все, глазурь готова. Такая глазурь не растекается, довольно быстро застывает и почти не крошится. Теперь осталось только намазать наш кулич глазурью и украсить его. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий, понравился ли вам рецепт. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И всего вам самого наилучшего!